Привет, друзья! Сегодняшнее видео является логическим продолжением темы по использованию микрофона в рабочих станциях KORG серии PA. Мы уже рассматривали подключение микрофона и простой способ записи голоса. Перед просмотром данного видео я вам советую непременно посмотреть и предыдущие по коммутации микрофона. Ссылка на него будет конечно первой в описании под этим роликом. Аранжировочные станции KORG серии PA оборудованы высококачественным входом для подключения динамического микрофона, а также мощным цифровым процессором обработки сигнала микрофона. Для меня лично это сыграло решающую роль при выборе рабочей станции. Ведь каждому клавишнику, исполняющему песни, всегда хочется иметь все настройки своего микрофона под рукой, используя при этом еще и возможности гармонайзера. Процессор обработки сигнала голоса построен на базе технологии TC Helicon и реализует различные алгоритмы обработки звука, включая трехчастную гармонизацию. Итак, к сегодняшней теме. Выбор пресета голосового процессора. Чтобы оперативно обработать вокал несколькими эффектами, можно воспользоваться пресетами голосового процессора. В пресете сохраняются все установки эффектов голосового процессора. Их также можно создавать самостоятельно. Нажмите на кнопку пресет секции Mix Setting и выберите один из пресетов в окне Preset Select. Пресет голосового процессора содержит набор установок параметров голосового процессора. При смене пресета можно кардинально изменить все эти установки. То есть, каждый пресет, который мы выбираем, имеет от одного до трех голосов, а также на нем могут быть различные назначенные включенные либо отключенные эффекты и гармонайзер. И конечно же, можно создать новый пресет со своими настройками и просто сохранить его в одну из многочисленных свободных ячеек для пресетов голоса. Предположим, изменив настройки эффектов данного пресета, мы хотим его сохранить. При помощи треугольничка Right Voice Processor Preset мы даем имя новому пресету и выбираем свободную ячейку для его сохранения. Затем Exit, OK и Yes. Затем созданный свой пресет можно использовать как локальный, то есть для определенного стиля, назначив его на отдельно взятый стиль или запись Songbook. В каждом стиле пресет запоминается как обычно при сохранении проделанных изменений стиля. Например, выбрав данный пресет и находясь в данном стиле, мы жмем треугольничек, выбираем Right Current Style Settings и вместе с проделанными изменениями в стиле сохранится и пресет. Теперь при выборе этого стиля общий пресет может измениться на ваш, соответственно изменив тип обработки вокала, избавляя нас от необходимости назначать его каждый раз при использовании данного стиля. Выбор пресета можно осуществить также на ярлыке Mic главной страницы. Нажмите на кнопку Preset и прикоснитесь к имени пресета, чтобы выбрать другой пресет. Если поставить флажок Global, то вместо локального выбранного нами в данный момент пресета, мы можем быстро вернуться к общему пресету. Общим, а значит чаще всего используемым у меня является мой любимый пресет 1 Voice Up. Я хочу поделиться с вами эффектами и их настройками, которые использую для общего пресета голоса 1 Voice Up. При выборе другого пресета эти настройки могут меняться. Вы можете просто поставить видео на паузу и назначить эти значения на ваш любимый пресет и настроить время на свой микрофон, пробуя эти настройки. Возможно, они вам понравятся. Эти настройки я использую при живых выступлениях в различных залах от 200 до 1000 человек. Пойте в микрофон и оцените различные пресеты и настроенные в них эффекты. Настраиваем общий уровень эффекта ревербератора или дилея с помощью регулятора FX Level в секции Mic Setting. Гармонизация голоса в соответствии с песней. Ноты, служащие для создания гармонии, можно принимать с трека песни в формате MIDI. Рассмотрим использование пресета для исполнения под сопровождение песни. Нажимаем на кнопку Song Play для входа в режим воспроизведения песни и выбираем песню в формате MIDI. Нажимаем пресет и выбираем пресет Notes 3 Voices. Удерживая нажатой кнопку Shift, нажмите на кнопку Harmony для перехода на страницу Harmony. При этом видим, что параметр Harmony Mode установился в Notes. Включаем воспроизведение песни. Выбрав окошечко Song Control, поем и колесом, пробуя, выбираем нужный трек MIDI файла песни, с которого пресет принимает и лучше, и красивее всего поддерживает распознавание нот. В моей песне данный пресет лучше всего поддерживает распознавание нот, принятых с трека 13 файла MIDI. При исполнении под песню голосовой процессор будет создавать голоса гармонии. Замечу, что при этом мы не используем клавиатуру и не берем аккорды. Наше многоголосие будет выглядеть так. Данный пресет MIDI можно использовать и в режиме воспроизведения стиля, если брать ноты гармонии на всей клавиатуре, либо и вовсе без включения стиля. При этом высота голосов будет зависеть от октавы. Переходим в Style Play, нажимаем кнопку Split и поем в устраивающей нас октаве. Установка баланса громкости. Определив все установки, можно настроить баланс громкости голоса относительно эффектов стиля и песен. Запускаем воспроизведение стиля или песни и, исполняя песню, устанавливаем оптимальный уровень микрофонного сигнала регулятором Mic Volume. Положение регулятора Mic Volume не сохраняется в памяти инструмента, поэтому оно не изменяется при смене стиля, перформансов, песен или настроек голосового процессора. При использовании гармонайзера, обычно в припевах, устанавливаем уровень голосов гармонии с помощью параметров Harmony Level в панели Mic главной страницы. По умолчанию с завода эта установка назначена на Assignable кноп, но я привык при необходимости менять ее здесь, на главной странице. Обычно особенной необходимости в этом нет, используя общий пресет 1 Voice Up, я устанавливаю уровень гармонии на 8. В этом положении, по моему субъективному мнению, второй голос обогащает оптимальным образом основной. К тому же не чувствуется искажение при мелизмах, либо при секундном ошибочном взятии аккорда левой рукой. Но это лишь мое личное мнение. Для включения и выключения кнопки гармонайзера я использую обычную педаль, концевой выключатель, во входе Assignable на тыльной стороне аранжировщика, чтобы не отвлекать правую руку ни на секунду. Назначить на педаль данную функцию можно перейдя Menu, Global, Controllers и в окне педаль при помощи треугольничка выбрать соответственно Mic Harmony On-Off. Если сегодняшняя информация оказалась полезной для вас, то не забудьте поставить класс и подписаться на наш канал музыкальных идей и решений. Удачи, друзья, и новых творческих успехов! Субтитры создавал DimaTorzok